Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня суббота. Мы находимся в Большом студийном павильоне ГТРК Карачаевой Черкесии, который в следующем году исполнится 30 лет. За эти годы в этих стенах мы с коллегами записывали сотни программ на языках народов Карачаевой Черкесии. И вот сейчас, как вы видите, здесь готовится к записи финальная игра гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» Карачаевой Черкесии. Сегодня 30 апреля 2022 года. На каноне майских праздников мы с вами встречаемся. И вот, готовясь к этому дню, я листала программы из Золотого фонда Карачаевой Черкесии. И, вы знаете, на глаза попались удивительные кадры. Это была запись программы «Весна Победы», в которой журналисты нашей студии встречались с участниками Великой Отечественной войны в мае 1995 года. Конечно, в то время не было такого шикарного убранства, как сейчас. Это был бывший дом политпросвещения, в котором был типичный актовый зал, высокая сцена. И по периметру вдоль студии стояли пластиковые столики, за которыми сидели наши ветераны. И вы знаете, дорогие друзья, глядываясь в эти красивые лица, слушаясь в их голоса, я почувствовала, как горло подкатывает ком, а на глаза наворачиваются слезы. И я подумала, может быть, и вы, посмотрев эти старые кадры, может быть, не очень хорошего современного качества, и вы проникнетесь той атмосферой. И увидите знакомые, близкие вам лица, ваших родных и друзей. И еще раз прочувствуете всю значимость победы, которую они нам принесли. Ведь приближается главный праздник страны – День Победы. ПЕСНЯ 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 Можно в них звезды тонуть рукой Черные тучи тенью пройдут Как налетели, так и уйдут Льются крыльницы и никогда Не замутится чудо-вода Льются крыльницы и никогда Не замутится чудо-вода Сороковые, роковые, военные и фронтовые Где извещения похоронные и перестуки эшелонные Гудят накатанные рельсы Просторно, холодно, высоко И погорельцы, погорельцы Качуют с запада к востоку Как это было? Как совпало? Война, беда, мечта и юность И это все в меня запало И лишь потом во мне очнулось Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые Война гуляет по России А мы такие молодые Ночь коротка Спят облака И лежит у меня на ладони Незнакомая ваша рука После тревог Спит городок Я услышал мелодию ладца И сюда запелену на часок Хоть я с вами почти не знаком И далеко отсюда мой дом Я как будто бы снова Возле дома родного В этом зале пустом Мы танцуем вдвоем Так скажите мне слово Сам не знаю о чем Будем кружить Петь и дружить Я совсем танцать разучился И прошу вас меня извинить Утро зовет Снова в поход Покидая ваш маленький город Я пройду мимо ваших пород Хоть я с вами почти не знаком И далеко отсюда мой дом Я как будто бы снова Возле дома родного В этом зале пустом Мы танцуем вдвоем Так скажите мне слово Сам не знаю о чем Субтитры создавал DimaTorzok Хоть я с вами почти не знаком И далеко отсюда мой дом Я как будто бы снова Возле дома родного В этом зале пустом Мы танцуем вдвоем Так скажите мне слово Сам не знаю о чем Весна в этом году запоздала Работы на даче у Виктора Денисенко хватает Надо наверстывать упущенное Вон розовые кусты Сколько времени без внимания Один из главных элементов ухода За главной красавицей сада Обрезка Процедура не сложная Но важная К ней надо подойти ответственно Кусты роз Которые перезимовали Имеют следующие повреждения Вот где-то что-то засохло Где-то повреждено морозом И чтобы избавиться От этих частей Которые не являются Ну и некрасивыми И не несут никакой смысловой нагрузки В развитии куста роз Мы должны провести обрезку Значит Что нам нужно сделать Мы Вот у меня кусты роз В основном практически все старые То есть они имеют Большие толстые стволы И в принципе это вырастает За один-два года Но нам нужно их омолодить И убрать Вот лишнюю поросу У нас получилось Что в этом году Весной были Весенние заморозки Так сказать Наши В марте Когда ударили сильные морозы И вот повредили В основном Они повредили Розовые кусты Обычно Эти части остаются Более зелеными Здесь видно Что вот Имеется Почечка Которая живая Все остальное Значит Очень слабо развит Удаляем До живой почки Вот так примерно Значит Эта почка Теперь у нас Будет получать Больше питательных веществ Которые есть И соответственно Не будет тратиться И она получит Большее развитие И будет Быстрее вступит в рост Раньше начнется цветение Побеги Которые нам не нужны Если побеги Очень большие Толстые Мы используем Ножовочку Где можно аккуратненько Просто Просто отпиливаем Вот так вот все Старые кусты В порядок привели Теперь займемся Молодыми Вон они как раз Рослись Сначала удаляем Боковые побеги Которые растут В центр куста Также здесь Вот видите Получается Их очень много Один Два Три Четыре И они начнут Притенять друг друга И просто будут Мешать друг другу Мы оставляем Вот Ну те которые нам Больше нравятся Которые Не будут затенять куст В основном Те которые идут наружу Развития куста Вот эти внутренние Мы убираем И в результате Вот получается Вот такая вот На взгляд Жестокая Но очень нужная Мера Потому что Нужно обрезать Это для того Чтобы просто Сам куст Потом хорошо Развивался И не мешал Если оставить Розу Без такой Обрезки То первыми У нее Тронутся В рост Самые верхние Более слабые Почки Чем низше Обрезка Тем крупнее Цветок Вот у нас Получился Довольно таки Просторный Кустик Где есть Куда Чему развиваться И соответственно Нет вот этих Страшных Следов Зимы После Садовой Манипуляции У кустарника Активнее формируются Цветочные бутоны А цветение Становится Более продолжительным После обрезки В качестве рекомендации Мы можем подкормить Нужно подкормить Обрезанные кусты Азотными удобрениями Это может все Что угодно быть Хотите селитра Хотите карбамид Можно подобрать Комплексные удобрения Но в данном случае Нужно чтобы они пошли в рост Чтобы наросла зеленая масса Поэтому вот Азотные удобрения Были бы кстати Теперь займемся виноградом Его тоже нужно обрезать Чтобы обеспечить Доступ солнечных лучей Ко всей лазье Это все нужно сделать В конце февраля В начале марта Когда нет еще сокодвижений Сейчас вот я здесь Предварительно обрезал Вот если сейчас Вам будет видно Видите Куст начинает плакать То есть идет сок Если мы сейчас Сделаем большую Сильную обрезку То у нас Куст будет очень сильно плакать Будут уходить питательные вещества В принципе для винограда Весной это нормально У него сильная корневая система Хватает влаги Так же как березы плачут Там собирают сок Но все-таки лучше До этого не доводить И сделать эту обрезку Когда еще на улице прохладно После зимы У нас остались побеги Которые не перезимовали Куст у нас Несколько захламлен То есть Вот этот куст ему 3 года В принципе в прошлом году Была уже сигнальная кисть В этом году должен быть урожай Поэтому мы Попытаемся его обрезать так Чтобы урожай был хороший И куст у нас Хорошо освещался Продувался Потому что чем больше Будет сквозняка Чем меньше будет зеленой массы Тем будет меньше болезней Меньше придется обрабатывать От грибковых заболеваний И прочих Остальных Болезней которые требуют Применения химикатов Для начала мы смотрим Те ветки Которые у нас явно засохли И которые не нужны Она не перезимовала Здесь неразвитые почки Ну и в принципе Структура ветки Она показывает Что она сухая Обрезать ее можно Либо после первой почки Либо значит Где-то поглубже В зависимости от того Какие у вас сорта Если сорта сильно рослые То можно Ну делают длинную обрезку Оставляют 8-12 глазков То есть вот Раз, два, три, четыре Пять, шесть, семь, восемь Вот это вот Длинная обрезка получается Если куст сильно рослый Допустим такие вот Беседочные сорта Молдова Вьющиеся какие-то сорта Их можно обрезать До четырех глазков То есть мы берем Раз, два, три, четыре И вот так вот Вот так обрезаем Благодаря этому Повышается урожайность Винограда И качество ягод Они вырастут Крупными и сладкими Каждый год Вот так вот Вот эту кору Убираю отсюда Во-первых Под корой Могут быть вредители Во-вторых Ну на мой взгляд Вот так куст Выглядит Более красиво Скажем так Что касается Весенней подкормки винограда То в принципе Весной я Азотным удобрением Виноград не подкармливаю В период цветения Значит Ну в зависимости от того Какая нагрузка на куст Какая погода Какие погодные условия Можно подкормить Комплексным удобрением Вот для этого Вот видите У меня вкопаны трубы Я развожу удобрение И просто поливаю Вот сюда И вода уходит Непосредственно под корень То есть не разливается Не убегает И используем вот так Меньшее количество удобрений И быстрее экономим время Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok